Сегодня в Иркутской области удалось потушить три лесных пожара на площади почти в 5000 гектаров, чтобы помочь местным спасателям и сотрудникам МЧС. Из Москвы выехала специальная группа экологов Greenpeace. Они проинспектировали торфяные поля и вынесли вердикт. Их тушат не самым эффективным образом. Что нужно изменить, выяснили мои коллеги. Сотрудники Greenpeace прибыли из Москвы, чтобы следить за ходом тушения торфяников в Иркутской области. Григорий Куксин в пожарном деле 16 лет. До Greenpeace работал начальником пожарного караула в Московской области. В центральной части России торф горит еще активнее, чем в Приангарье. Поэтому опыт наработан большой. В последние годы Григорий в качестве эксперта ездит от Карелии до Приморья. Везде, где начинают леть торфяные залежи. Это пример довольно неэффективной работы. Просто потому что навесными струями, распыленными струями, с лафетных стволов торф просто не тушится. Но это очень нерациональная трата. Денег, времени. То есть так можно до снега тушить. То есть здесь технология другая. Если просто залить торф водой, торфяник не погаснет. Торф в этом отношении крайне капризный состав. Структура его сложна и непроницаема для воды. Чтобы добиться эффекта, необходимо механическое разрушение этой структуры. Сегодня с тлением торфяников на этом участке борются 15 пожарных. Далее экологи отправляются в торфяные поля возле поселка Бурдаковка. Но путь крайне опасен. На старых очагах можно спокойно идти. Здесь максимум ноги испачкаем. Если очаг свежий, здесь будет такая же зола. Беленькая, красненькая. Ну вот такой, как песок выглядит. Но по краям хоть что-нибудь дымится. Или она выглядит как свежая. Туда наступать ни в коем случае нельзя. Потому что вот здесь можно провалиться в эту золу. Гринписовцам нужно получить представление об общей картине происходящего. А вот и первый участок торфяных залежей. Здесь температура сейчас показывает 20 градусов. Это холодный торфяник. Он явно потушен. Если больше 30 растет, то есть смысл потыкать рядом. Возможно, есть рядом более горячие очаги. Если больше 40, то это обязательно требует уже тушения и проливки. Осматривают, измеряют температуру, фотографируют и фиксируют точные координаты. Картина становится все рельефнее. Это фактически образуются такие мертвые участки, где уже никто в ближайшее время жить не будет. Наверняка значительное количество, по крайней мере, мелких животных гибнет просто в пожарах. Просто потому что птицы-то могут улететь, а остальные бежать не могут. По итогам работы все собранные сведения экологи передадут в Западно-Байкальскую природоохранную прокуратуру. В Гринпис уверяют, они не ищут виноватых. Их главная задача – помочь решить экологическое ЧП. Юлия Жень, Сергей Чудинов, Цзоу Сяутун, Си-Си-Ти-Ви, предсодействитель компании «Аист» Иркутск.